Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио Алексей Орлов. Сегодня мы встречаемся с Юрием Лодиным, Святой Руссом. Здравия тебе! Здравия! Все аудитории здравия! От всех ощущать? Мы сегодня поднимем тему «Праздники для здоровья». Вот такая интересная связка слов получается. «Праздники у нас всегда ассоциируются с каким-то разгульным весельем. Уж если гулять, так гулять. Если уж блины, так сковородок пять. И чтобы они же все сплавились, эти сковородки, столько блинов надо съесть. Если уж за стол садиться, так стол должен ломиться. Если уж прыгать, то так, чтобы сломяк голову. Ну и так далее». В общем, безудержное веселье. Опять же, веселье – такое слово уже, наверное, исковерканное в современном нашем представлении. Но так оно или иначе, оно это все существует. Большинство людей праздники воспринимают именно как безудержное веселье, разгуляй, обжорство и так далее. А мы тут с тобой вдруг ни с того ни с сего начинаем поднимать тему праздники для здоровья. Вот давай немножечко подойдем так мягонько, чтобы никого не испугать. Что же происходит в празднике? Почему здоровье от этого может страдать? И как сделать так, чтобы здоровье не страдало в празднике? Ну, хорошее очень замечание, хорошая мысль. Если действительно почему-то, так сказать, по умолчанию принято, что праздник – это обязательно надо облопаться от пуза. Причем так, чтобы действительно трещало все там по швам и не сесть, не встать, не вдохнуть, не выдохнуть. Некоторые оригиналы еще и рвоту вызывают, чтобы потом по второму, а потом может даже в третьему кругу пойти. Такие даже методики есть, представляете? Вот, но это ладно. Но факт в том, что, как говорится, насадили нам такое сознание, что действительно праздник и еда – это какое-то чуть ли не знак равно. То есть, для многих это вообще знак равно. То есть, без всяких там дополнительных каких-то новшеств. Только поели и все, и значит попраздновали. А все остальное уже вообще не обязательно. То есть, получается так, погрузились за стол. Пришли, сели, открыли рот, поели. И все. Во время еды еще говорение происходит. То есть, не просто прожевали и сказали, а то есть, они одновременно вот это открывание рта используют для говорения и одновременно для прожевывания. Ну, и между фразами проглатывают. То есть, вот умудряются еще и вот так вот. Ну, и поговорили заодно. Но факт в том, что я хотел такой интересный пример для начала привести, чтобы люди поняли, что это действительно может быть не так. И все это просто действительно некая вот сетка, матрица, которая нам на глаза наброшена. Вот. Своего сына мы воспитывали в таком ключе, что ну праздник это просто праздник и все. Люди празднуют, они веселятся, общаются. Ну, и стола мы никогда не устраивали. То есть, вот осознанно решили вообще никакого акцента на этом не делать. Я вот немножечко повзрослел где-то, ну лет уже может быть семи-шести. Вот он начал уже ходить на различные детские праздники самостоятельно. Когда-то совсем не очень даже знакомым людям, у которых свои традиции какие-то. И он самое интересное после всего этого возвращался и задавал такой вопрос искренний. Папа, а почему у них какие-то странные праздники? Я пришел веселиться, играть, общаться там, ну бегать, прыгать и так далее. В общем, все что угодно, но только не есть. Он туда приходил. А первым делом, когда он заходил, они все их садили на стол и пытались себе накормить. Они расползаются, пытаются играть, их все сгоняют. Опять садитесь, давайте покушайте, потом поиграете. Между едой и тортиком. Ну, типа того. И вот он постоянно был очень удивлен этим. Через некоторое время, правда, привык, перестал такие вопросы задавать. Вот факт в том, что для него это было очень странно, и он не мог этого понять. И главное, никому детям, как оказалось, тоже это особо интересно не было в основном. Из чего, в общем-то, мы делаем вывод, что праздники, они не обязаны быть знак равно, в общем-то, именно какому-то, именно, ну как минимум, объеданию уж точно. То есть, ну, можно действительно, если праздник затянулся, как говорится, и уже кушать пора, то можно, конечно, и покушать в момент праздника. Это тоже, конечно, очень даже и хорошо, благостно. Но, действительно, пища должна быть единственное замечание благостное во всех аспектах. И, конечно же, в меру, потому что в многих праздниках это еще не просто покушать, а именно еще и облопаться. И, наверное, к месту должна быть еще пища. Ну, конечно. Ведь не надо забывать, что так или иначе все равно существуют некие обрядовые, культовые поедания еды, когда люди за одним столом поедают пищу, пьют что-либо. Я не имею в виду вот эти алкогольные всякие изделия дурманящие, наркотические. Я имею в виду то, что напитками является. И называется это застолье, называется это брачина, называется это тризна, называется это много-много по-разному. То есть для каждого случая быта наших предков и вообще сейчас наших современных людей, на мой взгляд, также должна быть какая-то своя обиходовая, понятная застольная трапеза, действия. Когда мы понимаем, что вот в этом случае за стол необходимо садиться, в этом случае необходимо вот это принимать, пищу, в этом случае необходимо сидеть за столом общаться, а в этом случае необходимо двигаться, но не за столом. И если перекусить, как ты правильно сказал, то тогда, да, пообщались, подвигались, какое-то действие сделали, Потом сели, поели И дальше опять общаться Какие-то действия То есть для каждого варианта существования Чего-либо или кого-либо Предусмотрен свой образ пирования Свой образ застолья Свой образ праздничного Какого-то действия за столом Но не всегда праздничное действие Подразумевает именно только посиделки О чем ты и сказал Да, то есть подошло время уже завтрака, обеда или ужина Или, как говорится, полдника чай попить Ну пошли там чай попили, поели А так, что специально пришли, сели, лопали, лопали, лопали Полопали, сказали до свидания и разошлись Вот об этом речь Это вот и есть хорошо, так скажем Вот тебе и праздник, да А чего собирались, да так, потрендеть А там еще современные начинаются Это возлияние уже алкоголя и так далее И в конечном итоге это уже не в праздник превращается А в нечто иное Где уже с потусторонним миром Чуть ли там разговор не начинается Где такая пробежная ситуация Люди начинают на себя подхватывать Всякую дрянь Какие-то там то чертики в них влезают То лярвы, то еще кто-то Потом начинаются грубые разговоры Приставание к противоположному полу Заигрывание, глупости Ну и так далее В конечном итоге там встречи на больничной койке Ну так все-таки Ну я думаю, что все-таки вот Алексей Я тут не согласен Я думаю, что у нас аудитория подготовленная Вот маленький такой момент И они уже думают о алкоголизации По крайней мере об этом можно не говорить Они это знают Что алкоголизация во время праздников Или знак равно ставить Это по крайней мере в наше время уже неприлично Даже на уровне обывателя Даже многие понимают То есть, ну как говорится Это не модно в кавычках То есть ты считаешь так фи Ребята, если вы об этом думаете То вообще вы на каком уровне находитесь Что мы с вами разговаривать уже даже не можем А с радио уже на таком уровне, скажем так Что упоминание алкоголизации Вообще любых слов со словом алкоголя Это уже как реклама можно воспринимать Рекламу Поэтому можно уже такое Какое-нибудь веское, емкое объявление Может быть даже если согласишься сделать на радио Что все, мы даже об этом не говорим Потому что это так понятно То есть в данной передаче мы даже не подразумеваем О том, что праздник может быть С каким-либо возлиянием какого-нибудь спиртного Ну как праздник для здоровья Вот праздник для здоровья допускает Какой-то прием пищи или жидкости Это еще можно понять Но никак не алкоголь Хорошо, договорились об этом То есть в наших программах с тобой Вот это дело даже не рассматривается По умолчанию Да, это очень низкий уровень И если будет какая-то программа То она будет специализированная Направленная на кого-либо Но в данном случае не на наших слушателей Итак, поехали Праздники для здоровья После такого бурного вступления Расставления все точек над им Подчеркиваний Можно теперь приступить уже А что же ты подразумеваешь Под здоровьем Которое может быть получено в празднике Да, ну вот кстати не секрет Что очень многие народы В том числе и наш народ И наши народы Так сказать Кому-то интереснее Угоднее Многие праздники праздновали Именно воздержанием от пищи полным И даже от любой жидкости В том числе и воды То есть это очень Цель передать сейчас не будет Там эти все праздники По подробностям входить Но факт в том, что было очень много праздников Которые именно Были совмещены с постом Ну и кстати предлагаю Сразу проговорить слово голодание Почему? Потому что в общем-то Как-то с Алексеем мы затрагивали Тему, что действительно Не очень хорошее слово Я абсолютно с этим согласен Почему? Потому что Слово голодание В него заложено уже Ну как отчасти Я согласен Потому что это слово Перевертыш Которое где-то испортили То есть голод И в этом ничего такого Ни плохого, ни хорошего нет Это инструмент Но факт в том, что Было столько событий В нашей истории Связанных действительно С внужденным голодом И очень большое количество Поколений Об этом знает Не понаслышке Они это могут воспринимать Конечно резко отрицательно Просто на уровне того Что просто это слово Такое звучит Понимаешь, как это Нужда, голод настает Старикоза уж не поет К муравью она ползет Вот как раз Это же серия Зубы на полку Вот это и есть голод Когда вынуждены Деваться просто некуда Ты уже Хоть кору осиновую Пойдешь грызть Вот это вот голод Представляется И ты что Предлагаешь людям В праздники Вот так же Вот сесть отказаться От еды Ну если опять-таки Если опять-таки Принимать во внимание Что Праздники такие Праздновали наши Предки Они уж наверное Понимали Что Действительно В этом есть Какое-то рациональное зерно Потому что Праздновать Хорошо по-другому Поставим вопрос Что человек Хочет ожидать от праздника Он каких-то хочет Наслаждений Кто-то телесных Кто-то может быть Душевных Кто-то умственных Может быть Подумать Поиграть в шахматы К примеру Шахматы Кто-то душевных Духовных и так далее Телесных Ну все понятно Кто-то каких-то Чувственных Так вот И просто Каждый Конечно же Получает Пытается Наслаждение Ну или Может даже Где-то более Низменное Такое слово Удовольствие Именно Поедание Постоянного Пищи Чтобы Распирало То есть Есть даже Такой Медицинский Термин Что Человек Получает Наслаждение Именно Через Распирание Изнутри Желудка То есть Есть даже Такой Именно Психологический Феномен У людей С большим весом Что они Получают Именно Импульс В мозг Что они Наелись Только в тот Момент Только вдумайтесь Когда у них В животе Распирание Как бомба Так что Они вообще Не вдохнуть Не выдохнуть Не могут Только тогда У них Чпок И в голову Пришло Что они Поели Все Они могут Вставать Из-за стола Ну вываливаться Скажем так Что праздник Случился Ну да Вообще Поели Перекусили А праздник Это надо Еще больше Вообще Не вставая Один раз С утра До утра А потом Спать Вот это Праздник удался Перед телевизором В общем Ты ломаешь Стереотипы У людей Так понимаю Мы Средоточимся Именно на положительных Спектрах Вот этих Моментов Да Понятно Что можно Долго В это Уходить Как Это нельзя Но мы Скажем О том Как можно И нужно Ну так Вот Кстати Хорошо Что мы Проговорили По поводу Того Что голодание Тоже Такое Очень Интересное Слово И надо К нему Быть Внимательным Почему Потому что Проговарив Даже О том Что Такие Вопросы Есть Мы Тоже Тем Само Способствуем Рассасыванию Такого Ментального Образования На теле народа Что голодание Это Какое-то Слово Связанное С отрицательными Эмоциями Скажем Так Вообще Голодание Более Скажу Это Тоже Не совсем Подходящий Термин Потому Потому что Это Более Телесная Процедура То есть Там Поголодал Там Какие-то Шлаки Как Говорят Вывел И все Такое Или Как-то Очистился Ты Поголодал Но Это Не то Потому что Это Подразумевает Только Телесное Очищение А Когда Еще Присоединяется Духовная Какая-то Работа Внутренняя Работа Над собой То Это Уже Более Подходит Слово Пост Получше Слово Я Например Не знаю Но Тем Не Менее Это Слово Пост Но Опять Таки Может Быть Двояким В наше Время Почему Потому что Многие Понимают Пост Это Мясо Не есть А Рыбу Можно А Если Побер Рыбу То И Бобра Как Шутки Но Факт В том Что Пост Именно Тогда Строгий Пост Если Для Кого Не Совсем Понятно Это Когда Человек Употребляет Только Чистую Воду А Может Быть Даже И Без Воды Об Этому Подробнее Еще Поговорим Позже Так Вот Многие Праздники Именно Начинались Именно Начинались Постом Перед Этим Постом Была Обязательно Подготовка У Людей Подготовка Она Тоже Определенную Процедуру Составляла Мы Сейчас Тоже Об Это Позже Поговорим Так Вот Была Сперва Подготовка Была Подготовка Потом Непосредственно Сам Пост Этот Праздник Начинался В день Поста То есть Когда Люди Переставали Есть Пищу Может Быть Даже Воду И Заканчивался Праздник Когда Они Начинали Делать Первый Глоток Либо Жидкости Ну Либо Какой То Совсем Простенькой Пищей В виде Сока Или Отвара Или Какой Другой Легкой Пищи Это И Было Окончание Поста И Тогда Приносили Какие-то Действительно Такие Вот Пожертвования Может Быть Жертвы Именно Богу Или Богам Кому Как Угодно Но Факт Что То Что Они Вкушали Или Пили Они Освещали Определенным Образом Делились Энергетически То Это Не Столько Физически Было Столько Энергетически И Взамен Конечно Получали Благодать Которая Переходила На Пищу И Это Просто Употребляли Вот В общем То Чисто Технически Собрано Это Вот Так Примерно Выглядело А У нас Сразу Начинают С того Что Сразу Празднуют Объедаются Теперь Почувствуйте Разницу То Есть Там Окончание Этого Праздника Со Духовными Скажем Так Традициями А Здесь Просто Сели Поели Может Тост Какой То Попили Может Что Там Вот В общем-то Вот Разница И пропасть Огромная Да Вот Просто Нарисуйте Картину Так Как Говорится Да Теперь Надо Как-то Понять Все-таки Вот Игорь Ты Сейчас Ломаешь Стереотипы У людей Оказывается Что По твоему Представлению Праздник Он Тогда Должен Длиться Не один День Он Должен Длиться Несколько Дней Где Есть Подготовка К Началу Есть Дальше Очищение Организма На всех Уровнях Вплоть до того Что человек Даже воду Не пьет Правильные Должны Быть мысли Не просто Насилование Себя Любимого А правильные Должны Быть мысли Установки Ощущение Каких-то Новых Энергий И после Этого Уже Когда человек Выходит Из Состояния Подготовки Вот тогда Он уже Может принимать Какую-то Пищу И эта Пища Она будет Для него Уже Целебна То есть Целебная И очищение И прием Пища Целебная То есть Не просто Получаешь Что человек Голодает И этим Все заканчивается И праздник Прошел Тут ты Растягиваешь Получается По моему Представлению Праздник В несколько дней Ну как минимум Наверное На недельку Так растягиваешь Его Ну конечно Праздники Бывают разные Это я просто Говорю О крайней степени Таких праздников Длинных То есть Бывают Какие-то Очень длинные Праздники Например Народность Такая Есть Хунза Хунзы Это Северная Индия Они живут В горах У них Очень скудная Там Скажем так Пищевая Пищевая Платформа Очень скудная Они едят Фактически Только одни абрикосы То есть Что Это значит Что они едят Абрикосы Моченые Там Какие-то сырые Сушеные Ну Может быть Замороженные Ядрышки Ну В основном Это составляет Где-то 80-90% Все остальное Там у них Как получится Ну и Факт в том Что Все запасы И так далее И так далее Все это Заканчивается У них Примерно К декабрю И Примерно 40 дней Они вообще Практически Ничего не едят В лучшем случае Там какой-то Компотик Из вымоченных Остатков Абрикосов Вот Или Может быть Какую-то водичку Там тоже Настойную На каких-то Может быть Ядрышках Или еще Что-то Может какие-то Ядрышки Толченые Но фактически Им Есть нечего И они Это воспринимают Нормально То есть Определенный Какой-то Жизненный Цикл То есть К чему Я подвожу К тому Что все Наши Праздники Если взять Истинное Идеальное Расположение По календарю По календарю То Они должны Соответствовать Определенным Природным Циклам То есть Можно От обратного Даже Расслеживать И Понаблюдать Как в природе Ведут себя Животные Например В нашем регионе Где есть Зима Где она Длинная Например Где-то Может даже Очень холодная Ну Где-то Потеплее Может быть Животные Обычно Переходят Все равно В более Такой Цепенеющий Режим Жизни Они Меньше Двигаются Меньше Едят То есть Где-то Там Стараются Просто Сидеть А особо Не двигаться В основном Так Многие Вообще Спрячь Попадают Ну Вот И от Этого И надо Исходить Что Процессы Жизненные Замедляются И Энергия Идет По-другому Соответственно Еды Это Меньше Надо На самом деле Вот И Естественно Вот А у нас Принято Как Если Зима Значит Надо Много Поесть Особенно Праздник Новый год И так Далее Как раз Таки Согласно Физиологии В это Время Оно Лучше Всего Для Либо Поста Полного То есть Вообще Человек Полностью Голодает На воде Даже Без воды Ну Либо Как-то Совсем Так Скромно Питается Согласно Каким-то Своим Мировоззрением Мировосприятием Но Это Все-таки Современные Люди Все-таки Современные Люди Они Несколько Живут В ином Ритме Чем Те Животные Которые Живут В лесу Могут Себе Позволить Поспать В берлоге В норе Или Где-нибудь Там В дупле Запастившись Какими-то На всякий Случай Орешками Или Чем-то Еще У нас Люди Ходят На работу Активно Многие Постоянно Чем-то Занимаются Умственный Труд А черепушка Наша Тратит Очень Много Энергии Поэтому Так я себе Представляю Людей Которые Зимой Скажут Ну Давайте-ка Я зиму Буду Очень Серьезно Паститься Или Голодать По 40 Дней К примеру Ну Наверное Сразу Меня Закидает Какими-нибудь Тяжелыми Предметами Скажут Мужчина Вы Откуда Такой Здесь Появились С какой Луны Вы Свалились Ну Если Работа Не связана С какой-то Очень Нервной Деятельностью Либо С физической Деятельностью То Можно Голодать Другое Дело Что Если Человек Просто Не готов Физически Или Психологически Я Например Без Утрыва От Легкой Физической Деятельности И 42 Суток Голодал И По 30 С лишним Неоднократно И Активность Падает Не лениться Скажем Так Во время Голодания Ее Поддерживать Она падает Процентов На 30 Активность Примерно Ну Это Так В среднем Для Начинающих Для Совсем Еще Неподготовленных Ну Конечно Не могут Пластом Лежать Такое Тоже Может Быть Но К этому Надо Готовиться Это Определенная Тоже Смена В общем То Мер Восприятия То О чем Мы Говорим Мы Говорим О Пропустит Эту Информацию Возьмет Какие-то Ценные Для себя Зерна Ну Факт В том Что Какой-то Какой-то Версии После того Как Человек Обдумает Действительно Где-то Может Согласиться Где-то Может По-своему Что-то Решит Но Факт В том Что Все равно Примерно Таким Животом Придет По-другому Никак Не Получается Физиология Так Работает Мир Так Весь 1 декабря 1 января Тут Значит Скоро Курантики Начнут Бить Надо Там Много Чего Приготовить Успеть И Вдруг Он Слышит Юрия Лодина Который Выступает На Народном Славянском Раде И он Говорит Стоп 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 Ребята Давайте Я вам Сейчас Расскажу Как правильно Для здоровья Провести Эти Праздники Пожалуйста Вот Давай Теперь Свою Версию Проведения Праздников С самого начала Начну Вот Новогодние праздники Две ошибки Сразу Оба слова Неправильных Оба слова Неправильных Во-первых Каждый имеет право Я сперва Скажу сразу Что Если конечно Кто-то хочет Праздновать Так называемые Новогодние праздники Он конечно Имеет на это Полное право Ну уж Поскольку Мы подробно Обо всем Обсуждаем И стремимся К самой наилучшей Версии нашей жизни Скажем так То Мы будем Конечно Подробно Даже слова Разбирать Если они Неправильные Ну вот Праздники Ну во-первых Новый год Новый год Это вот С 31 на 1 Кто не знает Коротко Отсылаю на Тот же самый Сайт Крамала.инфо Там Про Петра Первого Про Новый год Очень много всего написано Просто вбейте Посмотрите Ну факт в том Что это никакой Не Новый год И никакой Это не праздник И Можно сказать Даже что Где-то даже Какое-то горе Которое нам Возвели в праздник И Слово год Такого слова Слова-то В общем-то Не было Раньше лета Это было То что сейчас Называется Год Это лето Кто не знает Ну совсем Коротко А так была Просто весна Потом сразу осень Потом сразу зима А лето Было круглый год Если так Сегодняшними словами Да Переводить Так что В общем-то Это просто Обычный день Такой в календаре Который просто Нам назначили Сверху Сказали Давайте празднуйте Кто не будет праздновать Чехи там Может быть Или Вплоть до того Что может быть Его уничтожали Действительно Кто не хотел праздновать Или как-то По-другому смещали Ну как-то Пытались Одновременно Может быть Два праздника Праздновать Или еще что-то Постоянно были гонения Ну факт в том Что если кто-то И празднует То пожалуйста В любом случае Можно эти праздники Сделать более Хотя бы щадящими То есть конечно У всех возможности Разные Если человек Все время Просто Пил Пил Спиртные напитки Скажем Еще разок То хотя бы Если он просто Перестанет их пить И в меру есть Уже большой Большой плюс Конечно Если Человек может Просто вообще Трезво взглянуть На то что Это никакой не праздник По крайней мере В таком понимании В каком Нам его преподносят Есть конечно Там некоторые праздники Рядом Он тоже самый С 21 до 100 декабря Да Зимнее состояние То есть тоже Определенный праздник Который в общем-то Примерно совпадает Если уж кому-то хочется Так можно и другие праздники Подобрать По календарю Но факт в том Что стремится К этой лучшей версии Если человек Может провести Действительно пост То он проводит пост Отказавшись от пищи Или немножечко Совсем немножко Кушает Как-то по-другому Празднует Общаются Потому что Действительно Многие говорят Чем старше становишься Тем праздники Все меньше и меньше Ощущаются Так потому что Действительно Эмоционального Подъема Недостаточно Для празднования Должен еще быть Постоянный духовный рост Если духовного роста Никакого нет То оно постоянно Все скучно становится И человек Все это приедается Вот В общем-то Такие аргументы Если вкратце Ну хорошо Ты сказал Что Нового года Как такового Для славян Не существует Но взамен Надо себе представить Другие какие-то Может быть Праздники есть Которые зимой проходят Может быть Как-то тогда На них опираться Может быть Как-то Им следовать Тогда уж Замена Что-то предложить 22 декабря Например 22 декабря Зимнее солнцестояние То есть Это что Это закончилась Зима И начинается Весна Вот так получается Хороший праздник То есть Солнышко народилось Казалось бы Еще ничего Обще не видно Непонятно Такая же темень Так же холодно А уже вроде как Весна Тоже интересно Это радует То есть Секундочки Прибавляется И уже Зима Тоже Словинку дает Еще будут Конечно Там у нее Заходы Но тоже Все равно Она Отдаст Все свое Ладно Хорошо Вот давай так 10 дней Все равно У людей В распоряжении Есть С 31 По 10 Число И их Как-то Надо проводить Вот давай Теперь Скажем Ну ты уже Сказал о том Что Новый год Как таковой Он все-таки Не существует На твой взгляд Но Есть 10 дней Ими надо Распорядиться Как ими Правильно Распорядиться Какую Последовательность Действий Для здоровья Ты готов Предложить Чтобы еще И было Праздничное настроение На душе Ну Можно сделать Даже как Если даже Кто-то Празднует Пусть тот же Самый Новый год Скажем Так Сделай на это Скидку Или какой-то Ближайший Праздник То Возьмем Условно 10 дней То есть За 10 дней Это Будем считать Первым Днем Поста Строгого То есть Без еды Может даже Без воды Сейчас Мы позже Еще поговорим Перед этим Надо Хотя бы За 2-3 дня Перейти на Более Такую Скажем Так Легкую Пищу То есть Это Растительные Какие-то Фрукты Овощи Ну То есть Термообработанная Есть Ну Вареная Пареная Что-нибудь Такое Ну Конечно Все Животные Продукты Исключить Там Немножко Масла Может Добавлять Немножко Соли И факт Что Через 2-3 Дня Проведя Вот Так Вот Так Вот Так Вот Проведя Вот Эти Три Дня На Таком Питании Человек Просто Прекращает Есть Ну Самые Продвинутые Могут Попробовать Даже Прекращать Пить Кстати Вот Самый Лучший Вход В голодание Это Когда Происходит Именно Начало С того Что Человек Перестает Есть И Перестает Пить Почему Потому Что В этот Момент У человека Отключается Как бы Чувство Голода Скажем Так Почему Потому Что Ему Пить Хочется Вот Такой Интересный Феномен Есть Когда Я узнал В свое время Очень давно О сухом Посту Или посте Как даже Не знаю правильно О сухом Голодании Я Попробовал Действительно Сделать Это Без Воды Ну И Заметил Что Действительно Тут Переход Идет На Внутреннее Так Называем Эндогенное Питание Когда Человек Уже Не Ощущает Внутреннее Чувство Голода А Просто Могут Быть Какие-то Конечно Небольшие Спазмы Но Факт Что Он Не Различает Не Чувствует Чувство Голода И тогда Он Перешел На Внутреннее Питание Начался Истинный Истинный Голодание Когда Уже Работает По-другому Ну Так Вот Где-то Первые Хотя Три Дня Надо Попробовать Хотя Ну Хотя Сутки Для Начала Хотя Сутки Без Воды В рот Вода Не Берется Желательно Даже Поменьше Разговаривать Даже Такое Бывает Может Даже И Помолчать Если У кого-то Позволяет Возможность Это Тоже В общем То Очень Такая Хорошая Практика Например Даже Вот Просто Мысль Такая Каждому Человеку Задуматься А Было Ли Такое В его Жизни Чтобы Он Например Хотя Бо Один День Помолчал На Сутки Просто Что Вообще Молчал Я Думаю Что Таких Людей Совсем Маленькое Количество В современном Обществе Но Это Тоже Определенного Рода Можно Сказать Аскеза Или Пост То Когда Человек Воздерживается Не только От еды Воды Но В том числе Даже От Каких-то Разговоров Вот Кстати Тем Ценнее Будет Общение Ну Представьте Вот Семья Давайте Так Переложим Это Всего На наш Сегодняшний День Семья Пусть Пять Человек Шесть Человек Возьмем Крупную Семью Папа Мама Четверо Детей Давайте Еще Бабушек Дедушек Добавим Получается Восемь Человек Ну Вот Они Все В меру Своих Возможностей Дети Конечно В счет Не берутся У детей Это Отдельный Разговор Мы Сейчас Про них Не будем Говорить Но Взрослые Они Понимают Что Какие-то Праздничные Дни Наступают Они К этому Подготавливаются Возможно Там Например Детей Куда-то Могут Даже Отдать Или Дети Как-то Тоже Понимают Это И Стараются Меньше Родителей Беспокоить Все Конечно Взросленькие Опять Так Это Тоже Надо Смотреть Ну Или Какая-то Часть Взрослых Просто Уединяется Это Самое Лучшее В Какое-то Отдельное Помещение И Там Проходит Голодание Просто Люди Находятся В одном Пространстве Например Все время Молчат Не едят Не пьют Конечно Через Некоторое Время Начинаются Уже Определенные Уже И Духовные Процессы И люди Начинают Которые Вот в этом Процессе Находятся Они начинают Ощущать Даже Уже Определенные Даже Мысленные Связи То есть Телепатические Такие Эффекты Начинают Проявляться Ну И Представьте Проходит Например Скажем Дней 10 И Люди Начинают И Впервые Есть Какую-то Пищу И Впервые Начинают Проозносить Какие-то Слова То есть Даже Вкус Слов Другой То есть Многим Людям Не понятно Что У слов Тоже Есть Свой Вкус И Тогда Уже Начинаются Слова То же Самое Слово Ценится Более Высоко И Человек Человек Ощущает Просто То Что Он За Это Еще Отвечает То Что Ты Сказал Но Еще И Понимаешь Что Надо Отвечать Как-то Своими Какими-то Определьными Действиями Вот Такие Вот Интересные Размышления Наводят Вот Именно Вот Такого Формата Посты Вот Так Что И Как раз Когда Пусть Даже Самое Тоже Самое 31 Декабря Наступает Если Будем Ориентироваться Вот Так На Большинство Да Сегодняшнее Может Быть Или На 22 Декабря Это Получается 21 22 То Выпивает Вот Один Например По Стакану Сока Или По Стакану Какого-то Отвара Собранного Например Того же Самого Кипрея Да Или Какого-то Другого Отвара И Начинает С С Выход Из Этого Поста Какими-то Перемеживая С Словесного Общения Так что Это Очень Даже Интересно Задуматься Переложить На себя Очень Даже Интересно Картина Вырисовывается Представляю Человек Приходит На работу После этих Куршевельских Каникул Ну как Расскажи Где был Что делал Чего ел Ездил Куда Че пил Че пил Да Че пил Да Говорит Постился Как Десять дней Голодал И Даже Молчал Да И молчал Хорошо Скажи пожалуйста А вот вообще На твой взгляд Чем Тогда Необходимо Заниматься В пост О чем думать Вот человек Десять дней Или там Восемь дней Молчит Не пьет Не ест Что он должен С сурком что ли Сидеть Это в окошко Смотреть И злиться Что он голодает Ну то что Казается Телесных аспектов Конечно Обязательно Очищение То есть вообще Так если По хорошему По хорошему То человеку надо Перед входом Голодания Если вот Про идеальную версию Голодания Или поста Медицинского голодания Скажем так Или поста Еще лучше Он должен Каким образом Физическое тело Подготовить Во-первых Он должен Отчистить тишечник Самый идеальный Это шланг Пракшалана Так называемая В каком Это когда Выпивается Теплый раствор Солевой Или с содой Можно Или некоторые Даже соком Это делают Или чистой водой Лучше с солью Либо Самый классический Это с солью С морской солью И с помощью Определенных Телесных движений Не очень трудных Это все Быстренько выходит Как говорится На горшок И так он проделывает До чистой воды Это вот Самое идеальное Либо Через Прием Касторового масла С лимонным соком Это тоже Есть так называемый Чистка тонкого Толстого кишечника Отдельно Можно об этом Разговоре сделать Но факт в том Что после такой Процедуры Когда кишечник Самая главная мысль Какая Кишечник чистый Вот после этого Непосредственно Уже можно Входить в пост Но опять-таки Если таким образом Человек подготовился Серьезно То первые 3-5 дней Он еще пьет Пока воду Он уже ничего не ест Только пьет воду Почему? Потому что Баланс Воды нарушился И может ощущаться Жажда После Например Шанфракшаланы Или после того Как человек Много потерял Жидкости При очищении Касторово-лимонным Таким составом Скажем так Но после 3-5 суток Человек отказывается От воды И продолжает Своё Лечебное голодание Либо это пост Если это Брать духовные спирты То он продолжает Уже просто Практически не есть И не пить Скажем так Если другими словами То есть он просто Воздерживается От всех Приёмов Внутрь пищи Любой пищи И любой жидкости Ну и также Просто Если по возможности Есть такая возможность Так мы в скобочках Будем пояснять То ещё и желательно Ещё и молчать Просто осознанно молчать Также очень важны Физические упражнения Любого плана Это очень обязательно Можно сказать Что это очень важно Без этого И непонятно Будет ли какая-то польза Вообще Почему? Потому что Это большая В общем-то Нагрузка на организм И когда физическое тело Во время поста Находится без движения То человек Испытывает определённый стресс И у него Даже в общем-то Многие Многие деградуационные процессы Начинают происходить В организме Например Мышцы начинают Постепенно Постепенно Деградировать То есть мышцы Начинают гореть Скажем так То есть Когда человек Постится Голодает И Физически двигается В основном Сжигается жир Мышцы Частично Сжигаются Но они Укрепляются Скажем так А если он просто сидит И голодает То просто мышцы горят А жир остаётся Он потом сгорит Вот так получается Это проверено На многих людях И на мне Лично Это вот так Действительно И потом приходится Восстанавливать Не просто мышечную массу Но ещё и силу То есть мышцы Эффект памяти теряют Несколько У всех по-разному Это от генетики зависит Но тем не менее Идёт спад Потому что Чтобы нарастить Ту же самую физическую форму Понадобится Довольно-таки Приличное время То есть Вот этот момент Уже надо понимать Что если человек так делает Он просто физически Силовой каркас Он очень сильно ослабляет И эффект памяти Вот То есть былой силой А весьма теряет То есть Вот это вот Надо понимать Что и для того Поэтому Физическую активность Можно снижать Не более чем на 50% То есть От полноценной Такой От полноценной Такой Своей физической деятельности Конкретно могу На своём примере сказать Что в своё время Когда я ещё жил в городе Я ходил в спортзал Ну в серьёзный спортзал Оно всё как положено Вот В таких светлых тонах Там всякие Евротренажёры Как говорится Если можно такие слова Вообще произносить В эфире Да Вот Ну и Был даже там Тренер Который персонально Сидел за каждым За каждым Бодибилдером Да Можно сказать так Ну и Я решил Во время Именно такого Своего очередного Поста Или голодания Так Это было Это было Сейчас я скажу Это Это было Около 30 дней Я ходил в спортзал И просто снизил Сразу же Нагрузку Сперва На 30 Процентов А потом На 50 То есть Я делал Все те же Самые упражнения Как я делал Обычно Но Это была Нагрузка Предельная То есть Максимально Предельная Без Без Травматичности Скажем так Ну и Оказалось Что действительно Где-то примерно Так и получается Что Снижал я Нагрузку На 30 Терри на 50 Процентов Когда как Такие дни Но при условии Что опять-таки Организм Не нуждается В очищении Еще и Время поста То есть Если Он на воде То Как только Человек Ощущает Слабость Плохое Самочувствие Или какие-то Другие симптомы Неприятные То Надо Обязательно Ставить Кризму Ну или Кружку Эсмарка Если По-медицински Без Кризмы На Срок Оголодания Свыше Пяти Суток Пяти Где-то Примерно Семи Суток То Только Подготовленные Люди В общем-то Могут Отходиться Без Такой Процедуры Почему Потому что В противном Случа Просто Будет Само Отравление То есть Все Что Организм Выделяет В кровь Клетки Выделяет В кровь В кровь Выделяет Это все В кишечник Кишечник Эвакуировать Не может Это все Там опять Начинает Впитываться В кровь И все Это по кругу Вот это все Гоняется Поэтому Тоже Вдумайтесь В это И Многие Игнорируют Я знаю Даже Впитываться Что Мужчина Что Где Вы Видели Чтобы Мужчина Себе Кризму Ставил Да Вы Что Это Какой-то Нонсис Для Некоторых Но Тем Не менее Это Вполне Обычная Процедура Кстати Есть В природе Такие Аналоги Не могу Сейчас Сказать Название Птички Но Есть Такая Птичка По Моему Она В Индии Живет Можно Найти По Поисковику Сейчас Не будем На это Отвлекаться Кому Надо Найдут Но Факт Что Есть Такая Птичка Которая После Долгого Перелета Без Еды И Воды Прилетает Ну Уже В те Теплые Края Вот В Индии Где Она Не Может Ну Скажем Так Сходить В туалет По Большому Ну Все У нее Там Окаменело Засохло Потому Что Она Летела Без Воды Даже И Просто Сидела Летела Без Перерыва Представляете Ну Так Вот Она Набирает В клюв Воды И Сгибается И Впрыскивает Себе В анальное Отверстие Воду То есть Можно Сказать Такую Делает Своебразную Клизму То есть Вот В природе Животные Тоже Об этом Знают Слон И Так Делают Кстати Подробности Такие Есть Конечно Поэтому Я тоже Не скажу Но Они Делают Это Друг С Есть Вот То есть Поэтому Это Тоже Природный Феномен Другое Дело Что Увлекаться Этим Тоже Сильно Не Надо Надо Делать Ровно Столько Сколько Вот Вы Чувствуете Чувствуете Начинает Система Давать Сбой И Вы Чувствуете Отравление На Себе Различными Там Глобными Болями И так Далее Там Недомоганием Значит Надо Делать Тигризму Все Примерно Это У кого-то Каждый День Бывает До Трех Четырех Раз У кого-то Раз В Неделю Или Раз В Три Дня Или Еще Это Зависит От Сколько Дней Человек Находится На Таком Посту И так Далее Но Факт То Что Об Этому Тоже Надо Помнить Об Этому Тоже Надо Уделять Внимание Ну И Обязательно Какая-то Интеллектуальная Духовная Деятельность В идеале Конечно Отказаться От Любых Электронных Носителей А Самое Идеальное То Конечно Это Где-то На Природе В Глуши В Тоже Даже И Без Книг То Будет Достаточно Интересно И Без Это Вот Ну Кстати Если Найдутся Такие Люди Которые Хотят Провести Такие Например Для Себя Такой Опыт Получить То Я Приглашаю То В В Чем То Можно Объединиться И Провести Какие-то Заранее Оговоренные Форматы Вот Таких Постов Можно Сказать Лечебного Голодания Но Обязательно Конечно Именно С Элементами Скажем Так Ну Какого-то Совершенствования И Духовного Какого-то Конечно Ж Развития То Тогда Можете Связаться И В общем-то Можно Это Где-то Действительно Организовать Даже Такое Общественное Мероприятие Где будет Некоторое Количество Людей Определенное Длительное Время Поститься Может быть Даже Действительно Молча И Потом Это Все Осветить И Люди Получат Определенный Эффект Ну И Я могу Сказать Что В группе Это Намного Интереснее Намного Эффективнее Протекает Ну Конечно Нужен Определенный Настрой Определенная Общая Мотивация Мировосприятия Ну Факт Что Если Кому-то Интересно Если Есть Такие Бойцы На Таком Фронте То Пожалуйста Связывайтесь Бойцы Духовного Фронта Хорошо Ну Вот Ты Когда Рассказывал Про Свои Физические Упражнения Здесь Все Понятно Ты Занимался Серьезно Занимался Нагрузками Которые Тоже Серьезные В общем С тобой Все Ясно Вопросов К тебе Не Возникает Но Большинство Людей Они В спортзалы Не ходят Это Люди Которые Живут Дома Просто Ходить Вот сразу Просто Ну Ноги Понятно Ходишь Ходить Ну Конечно Кто Может Себе Позволить Есть Ходьба С палками Слышными Это Самое Простое Такое Ладно Простые Палки Возьмите Черенки Или Оторвите Палку Старое Дерево Найдите Просто Палочку Себе Две Палачки Сделайте И ходите Если Нет Такой Возможности То Просто Ходьба Плюс Ну Такое Совсем Если Просто Упражнение Это Есть Такое Упражнение Сейчас Многие Услышали По сети Это Планка Так Называем То Человек Встает Горизонтально Земле Слово Планка Наберите В Ютубе И все Посмотрите Ну Факт Что Эту Планку Достаточно 3-5 Раз День Делать Там Условно Горя Где-то Минуту Три Кто Как Может И Просто Ходьба Тогда Этого Будет Достаточно Кому Надо Посмотрите Но Факт В том Что Все Группы Мужества Будут Работать Кто Не Может Ходить Например То Делать Тоже Самый Планку Просто Времени Побольше То Если Человек Действительно Дом Работа Дом Работа Бывают Такие Профессии Распространенные За компьютером Человек Сидит И Двигается И Он Решил Поголодать Да В общем То Пассивность Сама Предрасполагает Где-то Поголодать Хотя Электронный Носитель Он Не Очень Именно Будет Голодание Такое Но Тоже Хорошо Чем Вообще Ничего Электронный Носитель Который Перед Глазами И Вообще Рядом Человек Он Тоже Конечно Снижает Эффект Лечебный Но Тоже Можно Или Просто Какой-то Другой Вид Деятельности Где Человек Просто Пассивно Себя Ведет Особо Не Ну Самое Просто Планка Даже Есть Такая Шутка Если Думаешь Что Минута Это Быстро Сделай Планку А Для Головы Потому Что Руки Ноги Голова Это Здорово Тело Тоже Позвоночник Отлично Что О чем Думать Какие Мысли Ну Начиная От Души Для Духа Для Развития Какого-то Своего Для Улучшения Мировосприятия То есть Такие Книги Ну Либо Какие-то Может быть Человеку Трудно Читать Может Быть Или Еще Что Мало Ли Тогда Какие-то Передачи Развивающие Какие-то Может Быть Ну И Радио И Аудио Какие-то Обучающие Может Быть Фильмы Можно Языки Учить Очень Хорошо То Очень Хорошо Вообще Мозг Очень Хорошо Начинает Работать Конечно Когда Интаксикация Момент Интаксикации Могут Быть Конечно Физическая Вялость И Вообще И Думать Ни о чем Не охота Да Ну Это Просто Постельный Режим Эквизма Вот И Все Больше Ничего Не Сделаешь Но Максимально Двигаться Все Равно То есть Ты Можешь Встать Что-то Начать Делать То Надо Вставать Все равно Себя Заставлять Где-то Может Лень Проявляться Конечно В такие Моменты Надо Понимать Что Еще Возможно Раздражительность Какая-то От запахов Тоже Надо Отойти Вот Сразу Я Проберусь Коротенько Но За каждое Слово Задумайтесь Читателей Или Слушателей Как Говорится В том Плане Что Действительно Так Надо Делать То Есть Максимально Исключить Запахи И На Свои Ну Запахи Чтоб На Вас Не Распространялись И Еда Перед глазами Чтоб Отсутствовала То есть Это Очень важные Моменты По крайней мере Максимально К этому Стремитесь Ну Естественно Не надо Там Если Многие Начинают Думать Ох Когда я Начну Еть Что Я Съем Что Я Съем Что Я Выпью И Начинают Рецепты Какие-то Смотреть Или Еще Что-то Вот Это Крайне Отрицательно Конечно Действует Эффект Это Поставили Голодание Очень сильно Снижает Вот Ну Бувая Обственная Деятельность Приветствуется Которая На Созидание Вот Это Тоже Обязательный Пункт Ну А Все Остальное По Возможности Потому Что Опять Так Это Зависит От Того Какого Человека Графика Если Он Работает Ну Значит Обязательно Физические Нагрузки И Какое-то Ну Какое-то Чтение Возможно И так далее Просмотр Ну Перед Компьютером Какой Просмотр То Читает Человек Скажем Так То То Получается Так Когда Человек Голодает То Вот Этот Вариант Существования В Посте И В Голоде Он Не Совсем Привычен Для Мозга Мозг Получает Сигналы От Тела Что Что Происходит Не Так И Пытается Решить Проблему Потому Что Посылы Начинает Очень Не Активироваться И Вот Здесь Задача Наверное Каждого Разумного Человека Найти Способ Занять Мозг Чем То Таким Созидательным Чтобы Можно Было О чем То Добром Подумать О чем То Хорошем Потому Что Если Пускать На Самотек Вот Эту Зверушку Которая Внутри Колдышечки Сидит То Она Начнет Вытворять Очень Странные Дела Она Начнет Я привык Супчика Мне Супчика Не Дают Я Привык Что Праздник Шашлыки А мне Шашлыков Не Дают И Поэтому Клеточки Будут Дергать Потихонечку Потому Что То Что Называется Подсознанием Или Животное Начало Она Уже Заточена На Такое Проведение Праздников На Проведение Времени И так Далее А Мозг Он Уже Сознание Говорит Что Нет Это Не Надо Жить По Другому И Ответочка Будет Лететь Все Время Снизу В мозг Дидымс Мне Не Хватает Этого Дидымс Мне Нужно Вот Это И Это Может Вызывать Некое Раздражение Потому Что Мозг Все равно Будет Искать Способы Решения Возникающих Проблем У тела Хорошее Замечание Я Объясню Как С этим Справляться Легко Да И Поэтому На мой взгляд Необходимо Просто Осознать Это И Когда Вы Осознаете Вы будете Искать Созидательные Мысли Вы будете Искать Решения Проблем Которые Более Важны Нежели Чем Покушать В данный Момент Которые Будут Вас Сделать Более Подготовленным К этой Жизни И Более Может быть Созидательными Правильными Добрыми И так Далее То есть Направлять Нужно В этот Момент Упражнения Для мозга Только Более Правильные А не Срываться В какой-то Пике Разборок Или Недовольства Или Злости И так Далее Что Будет Вполне Естественно Для Человека Который Впервые Или Не Впервые Но Не так Часто Делает Такие Упражнения По Голоданию Ну Да Хорошие Такие Замечания Ну Факт В том Что Во время Поста Голодание Очень Четко Видится Если Например В семье Даже Семья Живет Своей Жизнью Кто-то Решит Поголодать Просто Подержать Видно Что Только Все Ценными Днями Занимаются Что Либо Они Подготавливаются К Приему Пищи Либо Они Едят Долго С Наслаждением Да Потом Они Завершают Еду То есть Перемывают И так Далее То есть И Потом Опять Цикл Начинается То есть Фактически Человек Весь День Занимается Тем Что Либо Он Готовится К Еде Либо Он После Ее Отходит Своей Подготовки Делает Либо Кушает И На Посту Во время Воздержания От пищи Это Очень Сильно Отслеживается И Я Был Очень Удивлен От Что Где Это Было Такое Даже Недоумение Думаю Надо Оказывается Вообще Такое Внутри Думаю Жрут 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 А Ничем Больше Вообще Не Занимаются Вот И В то же Самое Время Я Ощущал Огромное Количество Времени Которое У меня Освободилось От Привыкаешь Состояние И Перестаешь То Во время Поста Перестаешь Испытывать Чувство Насыщения И Это Чувство Насыщения Начинает Забываться И Вот Когда Начинает Забываться Чувство Насыщения Ну Это Где-то После 30 Дня Будет Где-то После 40 Ну Примерно То Тогда Уже На Этом Фоне Очень Хорошие Именно Начинаются Духовные Такие Действительные Осмысления Продвижения Недаром же Говорят Что 40 42 Дня Это Самое Идеальное Голодание Для Просветления Своебразного Духовного Да Я могу Сказать Что Это Действительно Так Ну Просто Уже Ты Вычленен Из Своей Жизни И Понимаешь Что Можно Жить И Не Так Где-то Сожалеешь Конечно Но В каком Плане Сожалеешь Я Просто Пытался Несколько Раз Перейти На Праническое Питание И На себя Это Примерял И У меня Было Такое Несколько Далекое Сожаление Что Ну Да Получается Больше Никуда Есть Не Буду Думаю Так Ну Думаю Ладно Что Без Этого Чувства Насыщение Тоже Можно Прожить В общем То Начинают Другие Интересности Появляться И Вершина Вершина Интересов Конечно Несколько Смещается Сейчас Современно Человек Вершина Интересов Это Поесть Ну Или Напиться Вот Это Вершина Интересов А Она Когда Грубо Смещается Или Где-то Там Жестко Так Смещается С Совсем Другие Ценности И Не Заполняет Жизнь И Тогда Ну Просто Вообще Качество Жизни Конечно Меняется И Где-то С другой Стороны Даже Не Хочется Начинать Есть Очень Сильно Не Хочется Прям С Другой Стороны Настолько Где-то Ты Ощущаешь Себя Славым Даже Слабым Даже Физически Потому Что Чем Правно Питание Отличается Длительного Поста Тем Что Перестает Падать Вес Вот Показатель Если Вес Перестал Падать Ты Продолжаешь Находиться Ну В жизни Без Пищи Ну Пьешь Только Жидкость Примем Все Это Максимум Ну Может Чуть Чуть Иногда Твары Траведные То Тогда В общем То Можно Сказать Что Тогда И Произошел Переход На Примическое Питание Вот Где Точка Отсчета Если Вес Падает То Это Просто Элементарное Просто Для Долодания Вот Такая Точка Отсчета Существует Но Ощущение Конечно Непередаваемое Так что Если Кто-то Заинтересуется Связывайтесь Ну Так Вот Через Некоторое Время Опять Так Вот Еще Примерно После 20 Дня У Многих У Кого Есть Или Все Так Остались Какие Паразиты В Организме В Кишечнике Они Могут Выходить Выходить В Многих Выходят Клубками Ну Различные Разновидности Мы Сейчас Не будем На этом Останавливаться Но Факт Что Выходят Ну Проходят Различные Другие Очень Серьезные Заболевания Начиная От Оркологии И Заканчивая Различными Другими Серьезными Заболеваниями Тоже Мы Об этом Говорить Не будем Сейчас В этом Формате Но Тем Не менее Подчеркиваю Что Это Хороший Рычаг Воздействия Ну На Любую На Любой Сбой Здоровья Так Ну Что Идем Дальше И Через Некоторое Время Как Только Человек Чувствует Когда Ему Достаточно Уже Поститься У кого Это Может День У кого То Десять У кого То Сорок У То Еще Больше То Надо Начинать С Того Что Если Это Был Сухой Пост То Без Воды То Начинать Потихонечку Пить Воду Если Это Был Пост На Воде То В Зависимости От Срока Воголодания Надо Начинать Либо Со Стакана Сока Либо Какой То Мелкой 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 Капусты Или Морковки Без Соли Без Масла Ну И Поверьте Будет Вкусно И Всего Достаточно И Вы Наедитесь Буквально Горсточкой В Одну Ладошку Сколько Помечается Столько Вы Наедитесь Ну Конечно Надо Тщательно Жевать У нас Там Тоже Был Об этом Разговор Я Отправляю Предыдущим Эфиром Кому Интересно Что Тщательно Жевать Ну Так Извини Отдаваться В подробности Минимум 40 секунд Лучше Всего 2-3 Минуты По крайней Мере На Первых Днях Выхода Из Поста Вот Так Надо Делать Это Кстати Тоже Связано С Факт В том Что Если Были Длительные Сроки Голодания То Надо Тот же Самый Сок На 2 На 3 Можно Даже На Четыре Раза Водой Чисто Разбавлять И Начинать Выход Со Всеми Если Кто-то Поддержит Обряды Со Всеми Обрядовыми Действиями Согласно Своим Традициям Выходят Из Этого Поста С Каждым Разом Наращивая Прием Пищи По Чувство Насыщения Настолько Захлёстывает Организм Что Хочется Вновь И Вновь И Вновь И Некое Такое Действительно Наркотическое Наркотик Где-то Оно Так И Есть Какая Еда И Была Она Дарит Нам Наслаждение А Дарит Наслаждение Определенные Эндорфины Морфины Выделяются Вот Такой Сказ И Мы Начинаем На это Ориентироваться В нашей Жизни Даже Если Может быть Мы Кто-то Может Даже И Без Еды Можешь Жить Эмоциональная Привязка Даже Многие Говорят А я Там Многие Такие Пранопитание Может Слышали Говорят А я Там Кофе Или Шоколадку Ем Тогда Какое Пранопитание Это Мало Едение Почему Потому Что Эмоциональное Тело Или Эмоциональный Фон Кому Как угодно Называйте Их Не готово Быть Ну Как Пранопитание Скажем Так В то же самое Риме Надо Пить Кофе Или Шоколад Кусочек Или Что-то Еще То есть Тогда Это Мало Питание Я Вот Так Это Понимаю Ну Либо Какое-то Если Конечно Длительное Было Какое-то Пранопитание Ну Годы А потом Человек Там Поел Чуть Конечно Где-нибудь Ну И опять Перестал На Несколько Лет Есть Ну Это Конечно Уже Понятно Что Он Съел Не Для Того Чтобы Ему Хотелось А Просто С Другими Может Даже Целями Может Даже Корректирующими А Когда Он Так Три Дня Не Ел Потом Чуть Чуть Опять Питал Потом Три Дня Не Ел И Это Называется Питание Это Уже Не Питание Это Мало Мало Едение Я Практиковал Мало Едение Где-то Примерно 10-20 Калорий Килокалорий В сутки Ну Примерно Так Если Килокалорий Пересчитывать Чтобы Как-то Примерно Иметь Представление Что Я Мог Съесть Я Примерно Столько Ел И Это 67 Дней 20 Примерно Килокалорий Совсем Небольшое Такие Количество Подумков Были Орешек Зелень Или Еще Что-то Я Потреблял Тоже Интересный Был опыт Но Это Было Пронапитание Я думаю Что Надо Подводить Итог Сегодняшней Нашей Передачи Рассказать Так В двух Словах О том Что мы Говорили Подводя Этот Итог То есть Например Зачем Нужно Голодать Что Это Дает Организму Буквально Цитата Это Дает Это Дальше Не забывать Что Есть Вхождение Есть Проведение Есть Вхождение И Мысли Здоровья О чем Мы говорили Просто Подвести Черту Давай Наверное Как-то Подведем Итог Да Ну Хорошо Начинаем С того Что Настраиваемся На голодание На пост На воздержание От пищи Примерно Трое суток После этого Входим В пост Путем Отказа От пищи И возможно Даже от еды Через Двое Трое суток Если кто-то От воды Отказался Начинает Пить воду Продолжается Пост Условно Ну пусть Возьмем Какую-нибудь Такую цифру Красивую Пусть 16 дней Да По прошествии 16 Кстати Это Как раз таки На 15 День Заканчивается Так называемый Ацидозный Криз То есть Человеку Было Очень плохо Плохо И он Вроде Как отравлялся Очень сильно Согласно Физиологии И потом Раз Ему стало легче Как раз Он выходит То есть Как раз После Ацидоза Лучше всего Выходить Во время Ацидоза Не очень Хорошо Выходить Ну вот Кстати На 16 День Он выходит Путем Приема Какого-то Отвара Можно Какого-то Капусточки Фруктов Каких-то Фрукты Кстати Усиливают Продолжает Усиливать Очищение Овощи Тормозят Если Коротко Процесс Очищения Поэтому Если Кто-то Фруктами Выходит Или соками У них Может усилиться Делительная Система Может Начать Вселенное Работать И может Опять Поплохие Где-то Тоже Надо Иметь Ввиду После Этого Далее Наращивается Количество Пищи Частота И количество Пищи Кстати Надо Очень четко Контролировать Очень хочется Переедать Мы об этом Сказали Масло Соли Любые Другие Тяжелые Продукты Или Какие-то Животные Происхождения Можно Кушать Но Только Через Столько Жи Суток Сколько Вы суток Голодали Если 16 Дней Был Пост Значит 16 Дней Выход Из Поста Через 16 Дней Тогда Можно Есть Соль Там Какие-то Такие Очень Сильно Пряные Приправы Острые Если Кто Ест Если Кто Ест Какие-то Тяжелые Животные Продукты Все-таки То Только Тогда Можно Это Начинать Делать Но Не Раньше Тщательно Все Это Жуем Обязательно Пищу Благословляем Кто Как Привык Согласно Своей Традиции Побольше Думаем Побольше Молчим Побольше Двигаемся Как Минимум Планка Три Четыре Пять Раз В день Желательно Ходить Все-таки Хотя Пешком Ну И Вы Ощутите Просто Такие Внутренние Струнки Внутренний Праздник Который Действительно Особенно Кстати Если В компании Вот Тоже Я Подчеркну В компании Если У вас Есть Длинномышленники И Вам Есть Чем Заняться Либо У вас Какая Собая Деятельность Либо Если Вы Самодостаточный То Тогда Это Просто Будет Идеальное Время Провождение Просто Проведете Время По-другому В конце Канцов Всегда Успейте На Другой Тоже Самый Новый Год Как Говорится Да Вот Или На Другой Праздник Попробуйте Провести Жизнь По-другому И Просто Стремитесь К Верить Насколько Вы Можете Можно И День Попаститься Хотя Бо Сутки Это Уже Можно Какой-то Натяжечкой Назвать Постом Строго Говоря Организм Переходит На Внутреннее Так Называем Эндогенное Питание Через Трое Четверо Суток Примерно Вот И Это Способствует Как Я Еще раз Почеркну Именно Воздержание Еще От воды На Если Без опыта Не знает Какого Спросить Сразу Отвечу Что Сутки Поголодать Очень Легко Попаститься Очень Легко Среднестатистический Человек Может Выдержать На Воде Иногда Некоторым Труднее Потому Что Чувство Голода Сильнее И Выделение Идет Несколько Другим Форматом Если Водное Голодание Это Вода То Сухое Голодание Это Огонь Огонь Он Выжигает Он Хотите Каким-то Образом Пересмотреть Свой Образ Жизни Если Вы Чувствуете Что Те Клише Лекала Которые Современная Цивилизация Вам Навязала Уже Для вас Не Подходит То Один Из Вариантов Выхода Из Подчинения Вот этому Всему Наносному Можно Так Сказать Это Как раз Иной Вариант Празднования Праздник Тогда У вас Будет Сводиться Не К Застолью И Обжиранию И Потом Страданию Вашего Организма От Зашлакованности И От Интоксикации Которые Ваши Глисты Ваши Друзья Глисты Прошу Прощения За Такое Сравнение Будут Вас Выделять После Обильного Поедания Они же Тоже Перуют И Вас Отравляют Своими Выделениями Так Вот Если Вы Решили По-другому Как-то Все-таки Встречать Праздники Понять Что Праздник Это Не В первую Очередь Застолье А Это Может Быть Какой-то Вариант Не Более Того То В этом Случай Как раз То Что Предложил Вам Юрий Илодин Святорус Может Быть К Месту И Тогда Ваша Жизнь Ну Хоть Как-то Может Быть Изменится В лучшую Сторону Вы Может Быть Почувствуете Себя Человеком Который Сказал А я Быть Здоровыми Ни В коей Мере Не Хочу Никого Агитировать За Какие-то Праведные Мысли Потому Что Ошибки Каждого Это Самое Дорогое Что Есть У Человека Его Ошибки Самое Дорогое Но Как Один Из Вариантов Мы Сегодня Вам Рассказали Если Вдруг Кто-то Пожелает Провести Совместные Вот Такие Упражнения По Голоданию То Пожалуйста Через Форум Обратной Связи На Народном Славянском Раде Вы Можете Написать Юрию Или В редакцию О том Что Вот У меня Есть Желание Совместно С Юрием Организоваться И Помедитировать Голодаючи Причем Медитация Должна Быть Активная Когда Моз Должен Работать Полностью Когда Мышцы Должны Тоже Отвечать Юрий Получает От вас Сообщение Выходит С вами На связь И Уже После этого Вы Предпринимаете Или Не Предпринимаете Какие-то Совместные Действия Ну В общем-то Все Наверное Мы Разгазали О том Как Праздники Проводить Для Здоровья И В заключении Есть Возможность Тебе Сказать Что-то Ценное Важное Вот Такое Позитивное Учитывая Все-таки Новогодние Настроения Так Ну Сперва Я сделаю Парочку Ссылок На Эфи На Другие Эфиры Вот Обязан Сделать Ссылку Почему Потому Что По-хорошему Перед этим Надо Еще Очиститься От Паразитов Грибков И так Далее Это Эфир Очищение Мухомором Тело И сознание Забыто Истина Да Да Был Такое Очищение Мухомором Да И второе Сорядение Путь Духовному Просветлению По-моему Так Вот Ну Это Первый Второй Момент Конечно Я всем Желаю Всегда Праздничного Настроения Либо Сильно Праздничного Либо Просто Праздничного Как Минимум Хотелось Подчеркнуть Что Вся Жизнь В общем У нас Праздник Просто Это С какой Точки Зрения Посмотреть И Самое Главное Люди Давайте Человеки Давайте Различать Праздники И Переедание То же Самое Или Употребление Других Непотребных Веществ Почему Потому Что Ну Действительно Это Просто Вот Такая Как Мы Начали Говорить Матрица Просто Такая Сетка Перед глазами Стоит Что Все Только Через Еду Наслаждение Только Через Еду Люди Задумайтесь Это Большое Заблуждение В итоге Все Человечество Придет К Так Называемому Сегодняшнему Пранопитанию Вот С чем Всех И Поздравляю С Наступающими Всех Праздниками Ну И Всем Всех Благ Хорошо Благодарю Тебя От себя Дополню Что Если Вы Прибегаете Каким Либо Допингом То В этом Случае Вы Должны Осознавать Допинг Всего Лишь Насил Форсирует Что-то В вашем Организме Он Вызывает Какую-то Иллюзию Но Он Не Улучшает Жизнь И Обращение К Допингам Тем более На постоянной Основе Вас Уничтожает Если Вы Используете Свои Внутренние Силы И энергии Которые Умеете Получать Из Природы А природа На это Заточена Чтобы Вы В ней Жили И Вы Заточены На то Чтобы Из Природы Их Получать В этом Случае Вы Становитесь Хозяином Своей Жизни Хозяином Своего Тела И Хозяином Своих Мыслей Потому Что Становитесь Независимы От Каких-то Иных Факторов Кроме Естественных Природных Вот Будете Совершенно Свободны И Совершенно Вольны В своих Действиях Которые Будут У вас Направлены Только На одно На создание Державного Нашего Уклада Жизни На создание Того Величия Которое Нам По Наследству Было Передано Но По каким-то Причинам Мы Не Всегда Умеем Им Пользоваться Напоминаю Что Сегодня Мы Общались С Юрием Лодиным Святорусом Говорили На тему Праздники Для Здоровья Желаю Всем Добра До новых Встреч Друзья Мои Услышимся Народная Славянская Радио Все Нужно Все Важно Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор 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 Корректор